Сегодня мы с вами приготовим красивый тортик в зимнем дизайне. Начнем, конечно же, приготовление с теста. Я буду делать в миксере. Можете делать в чашу, но миксер мощный понадобится. Нам нужно будет взять яйца и желтки. Добавляем туда сахарную пудру и будем взбивать. Лучше брать яйца комнатной температуры, так сама масса будет более стабильная. Взбиваем на средней сильной скорости до такого посветления и увеличения массы. Теперь будем работать лопаткой. Миксер мы убираем, всыпаем пшеничную муку и миндальную муку. Аккуратно перемешиваем, чтобы не повредить всю воздушность. Если у вас нет миндальной муки, ее можно заменить на пробитый миндаль довольно мелко. В блендере сделайте это, но смотрите, чтобы не выделилось масло. Масса должна быть сухой и не превратиться в пасту. Сильно долго не замешиваем, просто чтобы сухие ингредиенты объединились. Отдельно будем взбивать белки. Белки также берем комнатной температуры и взбиваем на средней высокой скорости. Когда белки уже превратились в пену, всыпаем сахар. Сахар всыпем дождем, не сразу бухаем все количество и продолжаем взбивать. Посмотрите, вот такая меренга у нас получилась. И теперь мы объединим обе смеси. Меренгу буду добавлять в три этапа. Сначала первую часть. Объединим все аккуратненько. Затем следующий. Так нам проще будет перемешивать, не повреждая меренгу. Теперь я добавляю вторую часть. Затем также поступлю с третьей. Вот такая воздушная красивая масса у нас получилась. Будем ее выпекать на противне. Противень мы застелим пергаментной бумагой. И я всю массу разделю примерно на две части. Первую побольше залью, а вторую поменьше, потому что вторую это будет по сути только основание нашего торта. Разравниваем лопаткой или спатулой, так чтобы получился прямоугольник. Параллельно мы разогреваем духовку. Такие бисквиты выпекаются очень быстро и это займет буквально 7-9 минут у вас. Отправляем бисквит сразу в разогретую духовку. Не ждите пока он постоит там на столе. Теперь пока бисквит еще теплый, мы его перевернем на другой лист пергамента. Я чуть-чуть отворачиваю кончики, которые могли запечься. Быстрым движением, чтобы не поломать, переворачиваю и сразу же снимаю пергамент верхний, на котором выпекался корж. Со вторым бисквитом поступаем точно так же. Он немного меньше у меня в размере. Как я уже говорила, с него мы будем вырезать основание. Так как у нас будет полукруглая миска, куда мы будем заливать наш торт муссовый, нам нужны такие выкройки. Сделайте примерно, но мы берем не треугольнички, а такие как бы полутольки мандарина я называю. Не знаю, как правильно обозначить эту форму, так чтобы в итоге у нас собрался купол. Таких нам нужно 8 частей, допустим. Можно брать меньше 6 или больше, но тогда уже меньше размера они будут. Чем меньшего размера вы их сделаете, тем плотнее и лучше бисквит примет форму чаши. Я буду делать 8. На одной стороне я вырезаю 6 и на другой сделаю тоже 2. Беру основание, просто придавливаю и потом прохожу с ножом. Это будет дно нашего торта. И также по нашей заготовке вырезаю еще нужные части. В итоге они мне не пригодятся, но вы дальше увидите. Теперь сделаем сам мусс. Молоко мы разогреваем. В ледяной воде замочим желатин. Я беру листовой. Взбиваем холодные сливки до того момента, как будут оставаться от венчика следы на них. На молочный шоколад мы выливаем разогретое молоко, добавляем сразу желатин, не медлим. И перемешиваем так, чтобы у нас получилась однородная эмульсия. Смотрите, сначала будет казаться, что шоколад, у меня он в кальетах, да, молочный, идет как будто хлопьями, но вы продолжаете мешать. Ложкой или лопаткой это сделать сложнее, можете взять такой венчик. Ну, так тоже все получится. Смотрите, какая масса выходит. Теперь ждем, когда она остынет, прежде чем объединять со сливками. Нам нужна будет температура шоколада где-то там 35 градусов. Выливаем сразу весь шоколад с желатином на сливки и перемешиваем. Делаем это аккуратно, потому что сливки у нас взбитые и довольно пышные. Посмотрите, какой красивый цвет получается. Такой мусс вкусный и очень легко делается. Берем нашу миску, я беру икеевскую салатную. Смотрите, какая может быть другая у вас есть, другого размера. И выкладываю наши бисквиты, прижимая один к другому. Так как у меня была не супер точная заготовка, один треугольничек я разрезала на такую тоненькую полосочку и вставила. Тут же выливаю шоколадный мусс. Беру свежую голубику, такая она у меня крупная. Можно заменить на кусочки бананов, клубники и так далее. Смотрите, то что вам понравится в сочетании с шоколадом. И сверху накрываю еще одним коржом, который мы делали специально для дна. Убираю в морозилку стабилизироваться. Сейчас мы сделаем взбитый канаш. Ему нужно время на стабилизацию, поэтому пока будет замораживаться мусс, мы его приготовим. Замачиваем желатин в холодной воде, я беру листовой. Беру сливки, наливаю в сотейник и добавляю глюкозный сироп. Взбитый канаш я буду делать на белом шоколаде. Его мы топим в микроволновке импульсами или на водяной бане. Смотрите, не перегрейте, иначе испортите. Сливки наши с глюкозным сиропом разогрелись. Добавляем туда сразу же желатин, чтобы он растворился и заработал. В миску все это перельем. Сначала растопленный белый шоколад. Затем сливки с желатином. Чтобы смесь лучше объединилась, обязательно нужно пробить ее блендером. То есть мы не взбиваем, а именно объединяем две эти смеси. Желательно взбивать так, чтобы не образовывалось пузырей внутри. Теперь берем вторую часть сливок и добавляем. Так как одну часть сливок мы уже нагрели, а вторую мы берем холодную. Это позволит ганашу хорошо взбиться. И еще раз пробиваем блендером. Так как у меня это делает ребенок, то конечно он напускал много пузырей. Вы старайтесь сделать, чтобы пузырей не было. Обязательно нужно застелить пленкой в контакт и убрать в холод на стабилизацию на где-то 8 часов или даже сутки. Посмотрите, вот так стабилизировался ганаш. И я начинаю его взбивать. Сначала масса станет чуть более жидкой, но со временем сливки внутри начнет взбиваться и масса начнет плотнеть. И обязательно не пропустить этот момент, потому что иначе вы ее перевзобьете и масса станет очень твердой. Таким кремом тогда вы не сможете покрыть тортик. Видите как меняется масса. От венчика остаются следы. Масса стала плотная и видно, что она будет хорошо отдержать рисунок. Вот до такой консистенции мы взбиваем. Наш мусс в морозилке застыл. Лишние края я обрезаю ножом, проходясь по всему периметру. Из остатков коржей нужно будет с небольшим количеством ганаша смешать и сделать по типу пирожной картошки небольшой шарик. Чтобы замороженный тортик хорошо выскочил, можно прогреть или руками, или я делаю феном чуть-чуть совсем миску. Так он выскочит легко. Покрываем первым слоем взбитого ганаша. Делайте это спатулой или лопаткой. Чтобы мне было удобнее рисовать рисунки, я перенесла на кольцо, потому что тортовница мне мешала. Отрежьте кусочек бортовой ленты и вот такими движениями пройдитесь, придавая тортику ровную форму. Теперь крем я переложила в насадку и разделим торт на сектора. Я не буду сильно вдаваться в то, как нарисовать рисунок. Это может быть полет вашей фантазии. Можно делать разные точки, плетение и так далее. Можете посмотреть разные свитеры или шарфики. То, что будет вдохновлять вас. Все эти рисунки можно сделать одной самой простой насадкой или отрезав кончик у кондитерского мешка. Я делаю разные ромбики и внутри такие точечки. Рисунок до конца торта мы не делаем, чтобы потом сделать подобие резинки, отступив от края сантиметра два где-то. Сейчас я показываю подобие плетения косички. То есть 4 рисунка у меня было ромбики и 4 такие косички. Продолжение следует... сделаем подобие резинки на шапке с краю сверху мы берем шарик который заготовили и он схватился уже в холодильнике и с помощью специальной шпажки кондитерской проткнем его в торт чтобы он держался и не съезжал вот такими движениями чуть-чуть надавливая и отпускаем делаем помпон так как это бывает на шапке по-моему получается очень даже забавно замороженный еще тортик я перенесла обратно на тортовницу и нужно дождаться пока он разморозится иначе вы просто не сможете его разрезать ну что самое время показать что внутри нарезаю и перекладываю на блюдечко посмотрите какая красота тортик очень нежный и вкусный он у меня тут конечно еще подмороженный но полностью растаявший мусс будет очень очень нежный ну что желаю всем праздничного настроения конечно готовьте с удовольствием